В археологии древних сайтов, как правило, используется метод аналогии, иначе говоря, применение ассоциаций из предыдущего опыта. Например, если археолог раскопал гранитную коробку, то это обязательно будет саркофаг, где кто-то был захоронен. Если в саркофаге вдруг оказалось пусто, значит, мумию украли, или фараон передумал тут хорониться. Если древнее строение из блоков построено вертикально, значит, это защитная стена. Если четыре стены, это точно помещение, но, а если еще и колонна рядом, то однозначно храм. На этой незатейливой методологии построена вся официальная история, и до недавних пор эта методика не давала серьезных сбоев. Именно в Перу были найдены весьма оригинальные артефакты, придумать аналогию которым на нашем опыте почти невозможно. Это не только линии и геоглифы Наска, есть много и других странных находок. Продолжение следует... Вдали от популярных маршрутов, 150 км от Куско, находится примечательное место – Сайвите. Состав этого комплекса разнообразен. Кроме двух оригинальных гранитных изрезанных камней, среди которых можно увидеть знаменитый макет города, есть еще педестал и красивая большая каменная лестница – каскадный водопад. Педестал – на первый взгляд простое сооружение, которое представляет собой прямоугольное строение, отделанное камнем и засыпанное внутри землей. Для того, чтобы подняться на сформированную таким образом платформу, сделаны ступеньки. С левой стороны от ступенек в стене видна большая ниша, в которой может поместиться человек. Аналогичных платформ в хорошей сохранности осталось очень мало. Одна из них находится в археологическом комплексе Тараваси. Двухуровневая платформа сделана по полигональной технологии. На примере этого хорошо сохранившегося комплекса можно понять, какой могла быть платформа в CVT до перестройки инками. Получается, что по определенным правилам строительства на боковых сторонах платформ делаются ниши человеческий рост. Число этих ниш и размеры никак не систематизируется. По форме самих ниш есть впечатление, что в них могли вешать одежду, то есть ниша могла быть открытым шкафом, где идущий на платформу оставлял свою верхнюю одежду и переодевался. В случае с платформой в CVT мы видим полную реконструкцию строения и узнать в ней изначальную задумку почти невозможно. Тем не менее, по артефактам видно, что платформа тоже имела много ниш, но в результате ремонта осталась только одна ниша. Сама платформа мне напоминает театральную сцену или пьедестал, на котором что-то должно было стоять. Официально это конечно же культовое место, где совершались обряды. С другой стороны, практика пирамидальных искусственных сооружений, где на платформах предположительно происходили определенные обряды, имеет место, например, в Мексике. Пирамиды могли быть разных форм, от круглых до прямоугольных. Иногда на вершинах подобного рода строений, как например в Корале, проживали постоянно люди. Лестница в Сайвите – это сложное сооружение, по сути представляет собой многоуровневую, минимум 9 уровней, надстройку из однотипных помещений на склоне довольно крутой горы. Внутри помещений есть что-то наподобие комнат, связанных между собой узкими проходами. Если смотреть на это место с высоты птичьего полета, можно увидеть, что схема помещений на каждом уровне повторяется. Подойдя к каскадным строениям ближе, становится понятно. До глобального ремонта в далеком прошлом это был многоуровний водопад. При этом похоже, по первоначальной задумке авторов, небольшие помещения наполнялись водой, создавая таким образом каскадные водопады с бассейнами на каждом уровне. Сейчас многоярусные помещения не построены по полигональному принципу, но, как и в случае с платформой, есть артефакты, говорящие, что раньше камни лежали по-другому. Впоследствии водопад восстанавливали, в результате чего вышла многоуровневая лестница со странными маленькими комнатками на каждом ярусе. На вершине лестницы, где по-видимому начинался водопад, в настоящее время не очень понятно откуда бил сам родник, стоит еще один каменный комплекс, побольше, также с множеством небольших помещений, а в центре сооружения сохранилась ниша, аналогично той, что сделано в платформе. Это место, как и весь комплекс, официально связывает с ритуальным центром инков, который посвящен богу воды. Безусловно, индейцы адаптировали найденные останки лестницы под свои потребности. Однако, если взглянуть на водопады через призму настоящего времени, это больше похоже на парк отдыха и развлечений. Косвенное подтверждение последним словам мы увидим в следующих двух артефактах. Камень Сейвите – самый известный в мире макет города из единого куска гранита. Артефакт представляет собой вырезанный из горной породы Андезит – макет небольшого города на холме. Размеры в основании составляют примерно 4 на 4 метра. Городок сделан довольно детально. Можно отчетливо различить ступеньки, комнаты, различные проходы и даже ниши. Всем этим тонкостям позавидуют и современные мастера, даже если попробовать сделать это из гипса. Основание же макета города в Сейвите осталось необработанным, поэтому фантазии по теме бетонных смесей следует исключить сразу. Город сделан так, как будто он стоит на педестале. Его очень удобно рассматривать и наслаждаться деталями макета на уровне глаз. Все время, что я был там, у меня было сильное желание налить воду на вершину макета, чтобы понаблюдать, куда и как потечет вода. Уж больно реально были вырезаны все каналы и желобки. Видимо, по этой причине некоторые археологи считают, макет был создан, чтобы смоделировать движение воды с гор. Определенное разнообразие и даже новизну в модель города вносят вырезанные различные животные. На макете можно увидеть ящерицу, лягушку, обезьяну, ягуара и многих других животных. Из-за значительного износа камня разглядеть все это не так просто. Очертания некоторых фигур возможно различить только с определенного угла и места. Вырезанные формы животных на полигональных строениях встречаются не часто. Например, в Сильвестане на одной башне можно заметить ползущую ящерицу и в похожем стиле далекой Турции на блоке Габикли-ТП ягуара. Диссонанс между фигурами животных и технически аккуратно выполненным макетом скорее наводит на мысли о детской площадке, чем о каком-то сакральном месте. Макет имеет довольно неудобную подложку, которая далека от плоской. Как при этом условно индейцы перемещали и устанавливали камень на вершине остается загадкой. По периметру макета города по краю камня кое-где сохранились отверстия, похожие на петли. Но эти петли на камне не выглядят силовыми. Скорее, это простой крепеж к некой платформе, на которой его могли перемещать, чтобы камень не завалился. Так как поднять этот кусок скалы за эти петли просто не позволит сила тяжести, петли сразу сломаются. Но если только не сделать камень более легким. За скобками обсуждения историков остается вопрос, как могли древние индейцы без металлических инструментов только каменным скребком сделать такой город. Хотя, теоретически, даже метро можно выкопать лопатой. Другой вопрос – сопоставимость потраченного времени и полученного результата. В данном случае идея применения каменного орудия и годы работы без права даже на одну ошибку совершенно не выглядит убедительной. Встречая камни с большим количеством разрезов, я в первую очередь отношу их к неким тренировкам оборудования для обработки горной породы. В результате многократных разрезов такие распилы действительно напоминают лестницу. Похожий блок со ступеньками, как в Сэйвите, можно увидеть в Мачу Пикчу. В Сэйвите ступеньки тоже есть, но кроме этих вырезов, как тут можно узнать нишу, сильно напоминающую проход в воротах Араму Муру. Есть много общего – это и форма выреза, и техника обработки краев прохода. Но на расколотом блоке в Сэйвите можно видеть и иные довольно странные вещи – цилиндрические емкости, связанные между собой прямыми линиями пропиленных тонких каналов. С другой стороны, множество разбросанных вокруг полигональных блоков говорит о том, что тут могло стоять законченное сооружение, а расколотый блок мог быть краугольным камень в этом строении. В результате серьезного катаклизма практически ничего не осталось от первоначального строения. Хотя остатки каменных блоков дают серьезную пищу для размышления, чем и как это обрабатывали, как перемещали и тому подобное, истинное назначение подобных блоков навсегда останется загадкой. По крайней мере, изучая эти предметы из нашего времени, найти им адекватное объяснение, скорее всего, будет невозможно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok